Это была большая честь и ответственность, Геркус покинул пост гендиректора «Локомотива». 28 декабря 2018 года, 21 час 30 минут Владимир Заевый, генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил об уходе с занимаемого им поста. Он проработал в этой должности два с половиной года, за которые команда поочередно выиграла Кубок России и чемпионат страны. Вместе с Геркусом «Локомотив» покинул спортивный директор Эрик Штефельсхаус. Между тем Юрий Семин остался на позиции главного тренера железнодорожников. Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус объявил, что покидает клуб. Он проработал с командой два с половиной года, на которые пришлись два значимых успеха железнодорожников, победы в чемпионате и Кубке России. Сорока, шестилетний функционер, заявил, что для него было счастьем состоять в рядах «Локомотива» все это время. Также по теме. Помощник для Дзюбы, замена Глушакову и копия Фернандеса, какие позиции нужно усилить ведущим командам РПЛ «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России по футболу. К возобновлению сезона петербуржцам стоит усилить переднюю линию. Сегодня я покидаю «Локомотив», великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Это была большая честь и большая ответственность, и сейчас я могу добавить, большое счастье. Мы провели грандиозную работу. Мы поступательно, шаг за шагом шли к цели, в которую кроме нас изначально не верил никто. Но мы знали, чего хотим, исследовали нашей стратегической линии. Этот выбранный два года назад путь привел нас сначала к завоеванию Кубка России, а затем и к чемпионству, которого болельщики «Локомотива» ждали 14 лет. Те же 14 лет болельщики «Локомотива» грезили возвращением гимна Лиги чемпионов в Черкизово. И мы его услышали. Железнодорожники вернулись в турнир сильнейших команд Европы, приводит слова Геркуса «Спорт-экспресс». Подводя итог своей работе, бывший гендиректор «Локомотива» заявил, что для него было важно создавать праздничную атмосферу на домашнем стадионе клуба РЖД-арене и привлекать на трибуны новых болельщиков. Он добавил, что «Локомотив» сейчас переживает один из лучших моментов в своей истории и является полноправным претендентом на медали чемпионата России. Геркус рассказал, что старался притворить в жизнью стратегию клуба, согласно которой «Локомотив» превратился бы в лидера спортивно-развлекательной индустрии и реализовал свой потенциал в Еврокубках. Напоследок Геркус поблагодарил за совместную работу игроков «Локомотива», тренерский штаб и персонал, выделив отдельно наставника команды Юрия Семина. Также Геркус высказал благодарность генеральному директору ООО РЖД Олегу Белозерову, который предложил ему возглавить клуб летом 2016 года. Посмотреть эту публикацию. Инстаграм. Публикация от Илья Геркус «Собака Элджеркас», 28 декабря 2018 года в 8 часов 16 минуты СТ в тот же день в отставку подал и спортивный директор «Локомотива» Эрик Штефельсхаус, который считался правой рукой Геркуса. Он написал пост в Инстаграм. В котором сообщил, что останется болельщиком железнодорожников. После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни. Поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора «Локомотива». Но не без слов благодарности. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул чемпионов, это было нечто особенное. И ясно одно, я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи. Написал Штефельсхаус. Слухи об уходе Геркуса из «Локомотива» циркулировали на протяжении всей осени. В последнее время он уже не отрицал, что планирует покинуть клуб, а косвенно это подтверждали комментарии его коллег. Предполагается, что на посту генерального директора его сменит спортивный медиаменеджер Василий Кикнадзе, однако сам он пока отрицает это. Геркус был инициатором возвращения в «Локомотив» Юрия Семина, который пользуется большой популярностью среди болельщиков. Однако спустя некоторое время они стали конфликтовать из-за трансферной политики и управления командой. Тем не менее в таком нестабильном состоянии клуб выиграл чемпионат России в сезоне 2017-2018, что стало сюрпризом для многих любителей футбола. Новому гендиректору «Локомотива» предстоит заново сформировать руководящий состав в клубе, а также решить, с кем из ведущих футболистов, у которых заканчиваются контракты, продлевать соглашения, а с кем расставаться. После текущего сезона команду могут покинуть Игорь Денисов, Мануэл Фернандиш, Дмитрий Тарасов, Владислав Игнатьев, Александр Коломейцев и Антон Миранчук, а также арендованный у ПСЖ Гжегош Краховик. Агент Фернандиша Паулу Барбаза уже заявил, что надеется на сохранение полузащитников в составе «Локомотива». Также по теме отсутствия моментов, блеклый футбол и обидная концовка, «Локомотив» проиграл Шальке в Че и вылетел из Еврокубков «Локомотив» в матче последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов с минимальным счетом на выезде уступил Шальке. Чтобы продолжить, внутренние вопросы клуба мы комментировать не можем, но надеемся, что новое руководство создаст условия, чтобы найти компромисс по Фернандишу. Мы на это рассчитываем. Мы можем сказать, что не сумели договориться со спортивным директором клуба. Но это не значит, что мы не смогли бы договориться, если бы руководство осталось. Будем надеяться, что новое руководство будет лояльнее, что мы сумеем договориться. Это и в интересах «Локомотива», и в интересах Фернандиша, сказал агент Чемпионату. На уход Геркуса из «Локомотива» отреагировала его предшественница Ольга Смородская, возглавлявшая Московский клуб на протяжении шести лет. Она отметила, что победа клуба в чемпионате России, одержанная при «Геркусе», была и ее заслугой. Срок его руководства клубом был небольшим. При «Геркусе» «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас, сто процентов, что у него получилось на моем багаже, ведь состав был на восемьдесят пять процентов моим. Мое возможное возвращение в футбол, это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди. Я доказала, что являюсь хорошим управленцем, заявила Смородская. Другой бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что владельцы клуба поторопились, расставаясь с «Геркусом». Считаю, что у «Локомотива» не было острой необходимости менять «Геркуса». Нельзя однозначно говорить о том, что он проделал блестящую работу или же, наоборот, провалил ее. Было все, и ошибки, и положительные моменты, главным из которых стало чемпионство. Ведь в этом заслуга не только тренера, но и всего клуба, и «Геркуса» в том числе. Лока выиграл и Кубок России. За короткое время при нем железнодорожники одержали много побед, поэтому плюсы есть. Уверен, что руководство ОАО «РЖД» поторопилось расстаться с «Геркусом», если, конечно, желание уйти исходило не от него, цитирует Наумова. Спортбакс. Юрий Сюмин от комментариев по поводу «Геркуса» воздержался, сославшись на пребывание в отпуске.